Приветствую вас. Обычно такой вопрос является примером для психотерапии. То есть, такой вопрос обычно обсуждается именно на психотерапии, на психотерапевтических сессиях. Потому что это очень индивидуальная история, очень, такая я бы сказал, самобытная история. Потому что не всегда человек может понять действительно, где он является собой, а где нет. И тут важно именно работать непосредственно в контакте с сессией, чтобы давать какую-то адекватную обратную связь. Но если говорить в общем, если говорить в общем, если как-то обобщать, то я бы, наверное, сказал бы примерно следующее. Я бы сказал, что быть собой, значит, в первую очередь, не предавать себя. Не предавать себя. Что такое, что такое, что значит не предавать себя. Это значит, на мой взгляд, это значит следующее. Следующее. Это значит, что следовать своим чувствам. Это значит следовать своим ощущениям. Это значит делать так, как хочется. Делать так, как говорит, как подсказывает, как шепчет, если угодно, сердце. Вот это означает, вот что означает быть собой. Под собой означает также и очень важный момент, на мой взгляд, значит, выражать свои чувства, выражать свои переживания, выражать свои эмоции, свои ощущения выражать. То есть, вот то, что здесь и сейчас я чувствую, то, что здесь и сейчас со мной происходит. С каким бы это ни было, с чем бы это ни было, совершенно не важно, если я что-то чувствую, если я что-то ощущаю, то я об этом, соответственно, говорю. Ну, по крайней мере, выражаю. То есть, вот какая-то такая история здесь. Понятно, что это может быть страшно. Страшно. Понятно, что это может быть, может быть это болезнь достаточно. Понятно, что не все это поймут, не все это примут. Довольно часа такая история возникает. И это, ну вот это, по сути, такая вот наша реальность, скажем так. Вот это реально, в которой мы живем. По сути. Вот. И мне кажется, мне кажется, что вот именно на это, в первую очередь, нужно обращать внимание. то вам, мне кажется, нужно обращать внимание на эти истории, на эту историю нужно обращать внимание. Вот. Ну, а если вы склонны этого, например, не делать, да? Вот. Если вы склонны к этому не прислушиваться, вот, то, конечно, есть тогда большая вероятность, что всегда будет у вас вставать такой вопрос. Важно отметить, что не все дни, не все время, что человек может быть собой. То есть, ну, часто бывает, что он, у человека не получается быть собой. Часто бывает такая история, что человек сначала является собой. вначале является собой, а потом он собой быть перестает. Так бывает. Так действительно бывает. И мне кажется, что это не исключительно, мне кажется, это абсолютно нормально. Нормально. Вопрос заключается в том, как с этим обращаться. То есть, если я, к примеру, если, к примеру, я чувствую, что, ну, что перестаю быть собой. Если, к примеру, я вижу, вижу, если, к примеру, я вижу, что собой я не замечаю это, если я заметил это. То мне кажется, что это хороший повод начать себе что-то менять. Ведь быть собой значит быть живым. Значит быть живым. Значит быть равным. Значит признавать, что в определенных местах, в определенных моментах, в определенных аспектах, я себя, я меняю, меняю, эм, ну, свое ощущение, эм, себя. То есть я могу быть больше, я могу быть, эм, ну, меньше, вот. Понимаете? Эм, какая штука. А если человек, человек не преднает этого, если человек пытается быть одинаковым, он вряд ли является живым. Да? Поэтому, эм, тут вот есть такой, как мне кажется, эм, достаточно важный момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание. Все равно, пак или иначе. Вот, пожалуй, эм, такой ответ я могу вам дать. Эм, конечно. Эм, конечно. Я не жду, что вы сразу все поймете. Я не жду, что вы сразу со всем разберетесь. Этого ни в коем случае не жду. Это было бы, ну, довольно странно, довольно странно было бы отважно. Но, мне кажется, что, по крайней мере, посмотреть в эту сторону, посмотреть в сторону того, чтобы разобраться в себе, чтобы заметить, ну, заметить в себе те вещи, которые происходят. Это можно. Самое главное, не пытаться увидеть это чувство. Это совершенно бесполезно. Это совершенно бесполезно. Но, если вы постараетесь слушать свое сердце, которое всегда подскажет вам, в какую сторону двигаться. То, вот это уже будет очень важным для вас шагом вперед. Поэтому нужен терапевт, психотерапевт, поэтому нужен психотерапевт. чтобы помог именно разобрать себя. Чтобы помог именно обратить внимание на какие-то вещи в вашей жизни, на которые сами бы вы не обратили внимания. Вот. Собственно. Почему вам и непонятно? Как? Потому что непривычно мысли к мышлению. Потому что вы в таких терминах, наверное, не привыкли думать. Потому что, ну, для вас, я бы сказал, более привычно, более привычно. Немножко иначе. Это неплохо. Ни в коем случае неплохо. Не нужно думать, что я пытаюсь вас как-то задеть в деревню. Нет. Просто... Это разные вещи. Понимаете? То, как вы привыкли думать и то, как вы живете. И вам надо увидеть, как мне кажется, вот это вот, ваша жизнь. Вот. И когда вы ее увидите, я думаю, что почувствовав ее, вот, вы уже не сможете жить иначе. Вы уже не сможете жить по-другому. А чтобы не повернуть назад, вот, чтобы не свернуть назад, вот, для этого как раз и нужен психолог. Который не позволит вам убежать в тот критический момент, когда вам этого захочется. А вам этого захочется, потому что психика склонна, ну, возвращать себя в привычное положение. При этом даже не особо задумываясь, насколько это, ну, вообще хорошо, насколько это полезно, насколько это интересно, насколько это здорово. Вот. То есть, видите, вещи психикой, к сожалению, игнорируются. Ну, как правило. Как правило. Я не говорю, что прям вот всегда так, но часто, к сожалению, игнорироваться. Вот. Поэтому на эти моменты, как мне кажется и нужно вам обращать внимание. Именно это и является вашим путем, я бы сказал, к тому, чтобы быть собой. Путем непростым, путем полным впечатлений, путем полным трудностей и собой быть вообще не очень легко, я бы сказал. Вот. Ну, просто, просто, потому что это определенные все-таки такие, знаете, изменения. Это определенный стресс, если можно так выразиться. Вот это определенное напряжение, если можно так сказать. И поэтому это далеко не всегда легко. Но если вы рискнете, то будет интересно. И вероятно, при выживании вы почувствуете, каково это быть с собой. На этом все. Надеюсь, что вам это было интересно и последнее. Обращайтесь на психотерапию к любому коллеге, к любому специалисту, который вам придется подущать. Я думаю, что каждый из нас с радостью поможет вам в вашей... Задачи большие, цели, вот... Каждый из специалистов владеет вот такой... Возможностью помочь вам. Для этого нужно всего лишь рискнуть. Я бы сказал так. Если вы это сделаете, если вы рискнете, то я думаю, что... Так или иначе... Будет... Воднокрустяна... Воднокрустяна... Воднокрустяна. Вот. Я... Желаю вам... Удачи. Я желаю вам всего самого доброго и надеюсь, что ваша ситуация будет самым лучшим образом разрушена.